12 декабря день рождения Чингиза Айтматова. И пусть ему исполнилось бы не 100, а 90 лет, его строки после каждого прочтения получают новую интерпретацию и образы. Такие простые и понятные открываются в новых ракурсах и становятся ближе. В целях широкого празднования президентом Узбекистана еще в апреле подписано адресное постановление. В документе отмечено, что великий писатель и общественный деятель Чингиза Айтматов является выдающейся личностью, гордостью не только кыргызского, но и всех тюркских народов, в том числе народу Узбекистана, большим другом которого он был. В рамках празднования проходят масштабные мероприятия и церемонии. Обо всем по порядку расскажут наши корреспонденты. И дольше века длится день. Первый учитель, материнское поле, Млечный путь, Белый пароход. Узбекский читатель хорошо знаком с этими произведениями, которые вышли из-под пера великого творца и писателя Чингиза Айтматова. Еще при жизни он стал цитируемым классиком мировой литературы. Его произведения неоднократно переиздавались более чем на 180 языках. А его реалистическая проза пронизана идеями добра, гуманизма и огромной любовью к людям. Каждая строчка доходит до глубины души и сердца. Чингиз Айтматов своим творчеством внес огромный вклад в укрепление связи между кыргызским и узбекским народами. Художественное наследие литератора помнят и ценят поныне. О проявлении высокого уважения и почета к большому другу Узбекистана говорит и постановление главы государства о широком праздновании 90-летия со дня рождения великого писателя и общественного деятеля Чингиза Айтматова. И нынешнее мероприятие, посвященное торжественному открытию памятного барельефа писателя. В этот солнечный зимний день на одной из центральных улиц столицы, названной в честь Чингиза Айтматова, собрались поклонники его таланта. Писатели, поэты, ученые, литературоведы, молодежь, представители широкой общественности. Выступавшие говорили о многогранной деятельности писателя, которая была посвящена сохранению мира и спокойствия, укреплению дружбы и согласия между братскими народами. Смотря на этот барельеф, ловишь себя на мысли, что в нем есть некая живая основа, которая позволяет идентифицировать нашего современника таким, каким он был. Великий писатель, гуманист, философ. Цветы – знак признательности и уважения. И песни, исполненные на родном языке писателя, как символ вечной дружбы и взаимопонимания. Когда произносишь имя Чингиза Айтматова, невольно представляешь и огромное количество людей, самых разных, по возрасту, профессии, национальности. Но их единит одно – независимо от условностей, в их сердце шелестят страницы Айтматовского гения. Он это умел. Говорить с каждым. Сказать о главном. Это писатель, который нашел совершенно новые краски для изображения современной жизни, причем следуя в то же время глубоким национальным, восточным и европейским традициям. Вот это сочетание разноплановых аспектов в его творчестве, сочетание культур, оно ложится на стремление писателя соединить людей в добром начале. И он умеет это делать и по отношению к своим землякам, и по отношению к соседям, и по отношению к людям самых разных регионов мира. Поэтому он замечательен и в этом плане, и в той словесной формуле, которой он следует. Потому что нельзя не отметить особенную словесную выразительность этого автора. Вы читаете любой абзац и понимаете, как много остается за этим абзацем, какая сила выразительности и эмоций стоит, может быть, за внешне сдержанным текстом, которому он следует. Национальный академический драматический театр Узбекистана. Сегодня здесь собрались на вечер памяти. Но говорили о Чингизе Тариколовиче как о живом. Коллеги, други, просто человеки. Многогранная деятельность Чингиза Айтматова была посвящена сохранению мира и спокойствия в нашем регионе. Его будущему и процветанию. Укреплению дружбы и согласия между нашими народами. Говорится в постановлении президента, которое глава государства подписал в апреле этого года для широкого празднования 90-летия мастера пера. Приятно был удивлен, насколько так любит простой узбекский народ нашего Чингиза Тариколовича. Я бы сказал, не меньше наших родинок. Спасибо вам за это. От имени нашего делегации, от себя и от старыковского народа признательный руководство Узбекистана за проводимые мероприятия. О событии в честь очередного дня рождения. Да, именно дня рождения, как говорят, от тех, кто совсем рядом, продолжаются. Пройдет еще много встреч, литературных вечеров. Покажут спектакли, издадут книги, снимут фильмы. Боже, какое великое творение Земля. Ведь и Солнце, наверное, существует ради Земли, написал когда-то Айтматов. А он существовал ради читателя. Чтобы, как белый пароход, вести по волнам земного бытия. Солом!